Началось инструктивное совещание с поздравлений юбиляров, которым заместитель председателя райисполкома Алексей Стропков выразил благодарность за плодотворную идеологическую работу на своих предприятиях и активное участие в общественной жизни Солигорского района. Затем мероприятие перешло в обычный режим и были озвучены вопросы, стоящие на повестке дня. Главное это национальная туристическая индустрия, а также оперативно-профилактическая акция МАК-2017, подписная кампания этого года и план мероприятий, приуроченных Дню независимости Республики Беларусь. Перейдя к основной теме совещания, касающейся обеспечения доступности услуг по организации внутреннего туризма для белорусских граждан, а также безвизового порядка въезда в Беларусь, ее докладчик Иван Жуков заострил внимание на том, что такая отрасль, как туризм, после экспорта углеводородов и продуктов химического производства, занимает в мире третье место и является своего рода локомотивом развития сферы различных услуг. Как туристы мы сами что покупаем? Не товар какой-то, что можно потрогать, мы покупаем свою мечту. Но именно покупая мечту, мы развиваем еще ряд отраслей нашей экономики. То есть мы должны добраться, мы развиваем транспорт, мы должны где-то жить, мы развиваем сферу отрасли проживания и услуг, мы должны где-то покушать, мы развиваем сферу питания и так далее и тому подобное. Мы что-то хотим купить, мы развиваем легкую промышленность, сувенир производства, сувениров и так далее. То есть таким образом туризм, если рассматривать экономику через призму туризма, это является, скажем, таким локомотивом, который позволяет развивать экономику. Конечно, Беларусь не обладает такими знаковыми для туризма ресурсами, как горные массивы и моря, и все же она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами. Это близость к странам Западной Европы, соседство со странами Балтии, России и Польши, что является серьезным ресурсом для развития приграничного туризма. Еще у нас давняя и самобытная культура, а также богатый природный потенциал. Государство поддерживает туризм и основными нормативными документами является государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 16-20-е годы, закон Республики Беларусь о туризме, ряд указов президента, поручения правительства и другие нормативные акты, которые создали необходимую нормативную базу для развития данной отрасли в Республике Беларусь. Образовательный, экологический, автотуризм, военно-исторический, религиозный и один из самых популярных – агро-эко-туризм, который был подробно рассмотрен на совещании и касался непосредственно Солигорского района. У нас 18 агроусадеб действуют. Вот за прошлый год, в 2016, открылось две агроусадьбы. Ну и самое популярное, мы анализируем, какие агроусадьбы. У нас агроусадьба Малиновка в деревне Летинец и агроусадьба Тетенков в деревне Кулаки. Медицинский, лечебно-оздоровительный туризм – еще одно немаловажное направление, ведь здравницы Беларуси пользуются большой популярностью, особенно у россиян. В числе безусловных фаворитов – санаторий «Березка» и республиканская больница с пелиолечением. Что касается спортивного туризма, то и он на высоте. Наша страна все чаще становится ареной для проведения мероприятий мирового уровня. Только за последние пять лет было введено более ста объектов физкультурно-спортивного назначения. Что касается Солигорского района, то в этом году запланировано проведение 93 спортивных мероприятий различной направленности. Итак, в течение 2016 года на территории нашего района было открыто два объекта питания и две автозаправочных станции с комплексом услуг придорожного сервиса. А к июлю текущего года планируется завершить реконструкцию санатория «Березка». Своё содержательное выступление Иван Жуков закончил, процитировав главу нашего государства Александр Лукашенко, который сказал следующее. «Главное достояние страны – это природа и люди. Многие туристы стремятся в Беларусь за покоем и тишиной. Вот почему необходимо сохранить эту чистоту и доброту наших белорусских сердец». Следующими темами инструктивного совещания стала подписная кампания, которая подходит к своему завершению, а также оперативно-профилактическая акция МАК-2017, главной целью которой является предупреждение и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ну и подготовка к проведению главного праздника нашей страны – Дня независимости – также была рассмотрена на совещании. Заместитель председателя райисполкома Алексей Стропко озвучил план мероприятий, одно из которых станет своего рода событием для жителей нашего района. В воскресенье 2 июля будет освещена нижняя часть Христорождественского храма. В качестве почетных гостей будут приглашены представители всех предприятий района, которые принимали участие в строительстве этого объекта.